Пускай это будет нашим секретом, хорошо? Никому не рассказывайте, что я больна. Никому не рассказывайте, что я люблю. За одного ученика. Дядя, доктор, пожалуйста, не рассказывайте моему папе, что я больна. Ой, Кью, дорогая, я вынужден рассказать об этом твоему отцу. Не могу скрывать это от него. Умоляю, дядя, доктор, умоляю. Никому не рассказывай, папе не рассказывай. Ой, Кью, дорогая, я не могу скрыть это от твоего отца. Ладно, хорошо. Если вы не скроете, я исчезну. Сбегу. Ни вы, ни папа не сможете меня найти. Ладно, ладно, ты успокойся. Я закажу тебе сок, хорошо? Себе чай. Можете остановиться на следующей остановке. Можете остановиться на следующей остановке. Сейчас? Почему ты хочешь скрыть это от своего отца? Чего ты боишься? Потому что... Я очень боюсь, что он бросит меня, когда узнает про мою болезнь. Разве может быть такое, дорогая? Почему папа бросит тебя? Но тетя бросила меня. И тетя бросила меня и уехала, когда узнала, что я больна. Я очень боюсь, что и папа уйдет. Я не думаю, что папа бросит тебя. А мы совсем недавно нашли друг друга, дядя доктор. Я не могу рассказать ему об этом. Вы меня не понимаете? Ой, Кью, послушай. Если не будет разрешения твоего отца, я не смогу сделать тебе анализы, которые должен. Не смогу дать тебе лекарства, которые улучшат состояние. Пойми это, пожалуйста. Давай поступим так. Завтра приходи вместе с папой. Вместе расскажем об этом папе. Что ты скажешь? Хорошо. Хорошо. Господин Демир, господин Демир, есть новости? Нет, госпожа, я везде смотрел. Нигде нет, будто провалилась сквозь землю. Ладно, ладно, успокойтесь, мы найдем Ольгу. А вам что-нибудь приходит на ум, куда она могла пойти? Не знаю даже, я везде посмотрел в этом окружении, хотя пару мест есть, сейчас посмотрю, но не найдя, пойду в участок. Хорошо, вы идите, я буду в пансионате, буду ждать здесь, если она придет, сразу сообщу. Кстати, я по дороге сообщила Мурату, сообщила ему, он посмотрит больницу. Нет, 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 не из-за того, что что-то случилось, мы, чтобы не переживали. Спасибо. После того, как была авария, Ольга осматривал врач, я его встретила. Он попросил ваш номер с телефона у меня. Да, мы разговаривали с ним. Что-то случилось, господин Демир? Вы знаете, что Ольга и раньше сбегала, сбегала от врачей, она и боится. Нет, нет, не поэтому, мы разговаривали с ним. Это... Почему доктор хотел с вами поговорить? Я начала сильно переживать, когда он сказал, что нужно срочно поговорить. Нет, не будет спросить денег. Чего ему звонить? Мы не смогли заплатить. Счет? Нет, я... Улажил, уладил, уладил, ладно. Ладно, ладно, господин Демир, вы идите, пожалуйста, и сообщите, я очень переживаю. Хорошо, я пошел. Ладно. Ой, где же ты, а? Брат, это очень красивая вещь. Красивая. Порцелен. Купив его, выдвиньте как подделку. Но это нужно сделать по-быстрому. Если опоздаете хоть на пять секунд, дело не выйдет. Соберите весь участок над головой. Нет, брат, таких проблем не будет. Мы уладим, здесь ничего особенного. Только как мы войдем внутрь? Будете ходить, как уполномоченные. Хорошее дело. Но все равно, брат, нужно знать, где камеры. Там старый зал. Тебе нужно обвинять одну вещь. Не забывайте о безопасности. Камеры наши ребята уладят. Внутри. Главное, чтобы вы не вмешивались ни во что. Нет, брат, не переживай, это дело для нас. Брат, да будет доволен тобой, Аллах. Ты вовремя подоспел, знаешь? Хорошо. Вечером приду. Заберете одежду с Демиром. Потом нужно, чтобы приступили к делу в ночное время. Хорошо, хорошо, не переживай, брат. Увижу вас. Спасибо. Рассказывай, Кваркмас, я слушаю. Угур пришел. Рассказал про дело, но Демира с ним не было, имей в виду. Не переживай, к вечеру придет. У него остался один Угур. Не сможет предать его. Давай, с Богом. Вазол приехал из ателье? Вышел. Ребята, скоро приедут. Отлично. Слушай меня, чтобы все соответствовало. Чтобы вышло чистое дело. Чтобы Демир ничего не упустил. Не переживай. Асим в деле. Он лучший. Я посмотрю. Отлично. Сообщишь мне. Я буду на месте в то же время. Хорошо. Я велел тебе говорить, куда ты уходишь. Почему ушла? Потому что разозлилась на Элоиду. Что ты сделала? Разозлилась на ее мать? Разозлилась, потому что рано ушли с вечеринки. Скажи мне. Что? Я только что вышел от Кваркмаза. Понятно. Вечером нас ждет дело. Обоих. Оставь малышку у Джанданы, приходи. Хорошо? Клал я на это дело. Оикю пропала. Что? Здесь ее тоже нет. С ума сойти. Где ты, дочка? Друг, как пропала? Почему не сказал? Где ты? Ищу повсюду. Ее нет. Место, где мы поставили палатку. Я иду в парк, где мы ставили палатку. Хорошо. Я тоже туда. Сейчас мы вдвоем найдем ее. Хорошо. Быстро иди. Быстро. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуй, сестра. Чего желаешь? Я посмотрю, братец, и скажу, когда решу. Возьмите. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ИКЮ! О, ИКЮ! О, ИКЮ! Боже, где ты? О, ИКЮ! О, ИКЮ! О, ИКЮ! Друг, её нет. Если бы она была здесь, мы бы увидели её. Посмотрим другие места. Пошли. Посмотрел, друг. Повсюду, повсюду. Даже звонил маме Мурджана, её нет. Аллах, Аллах. О, ИКЮ, за что ты нас наказываешь? Дружище, с ней что-то случилось. Схожу тебе, с ней что-то случилось. Не говори так, друг. С ней ничего не случилось. Я не уследил за маленьким ребёнком. Накажет меня Аллах. Друг, с ней ничего не случилось. Слушаешь меня? Успокойся, прошу. Ты не знаешь, что ИКЮ? Разве с ИКЮ может что-то случиться? Знаешь, что сделаем? Пойдём в пансион и посмотрим, хорошо? Точно прогнулась за кошкой или собака и идёт за ними. Давай, пойдём в пансион. Если не сможем найти её там, пойдём в полицию. Пошли. Пошли. Что-то случилось. Точно что-то случилось. В последнее время столько раз сами ходим в полицию, не понимаю. С ней точно что-то случилось. Говорю с ней, ничего не случилось. Послушай меня. Говорю с ней, ничего не случилось. ОИКЮ там. ОИКЮ. 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 С тобой всё хорошо, ты в порядке? Я в порядке. Уверена? Да, уверена. Где ты была? Где ты была? Где ты была до сих пор? Ладно, друг, не кричи на неё. Угур, постой. Где ты была? Ответь мне. Ладно, друг, не кричи на неё. Помолчи. Я сказал ответь. Я прогулялась немного, прошу прощения. Зачем ты извиняешься? Куда ты уходишь, не сказав мне? Я увидела кошку. Я была с кошкой. Я хотела дать ей молоко. Я же говорил. Либо кошку увидела, либо собаку. Всё хорошо. Да, я хотела дать кошке молоко. Но я не смогла тебе сказать. Ты бы сказал, что у нас нет денег. Что мы можем потратить их на кошек и собак. Я испугалась. Поэтому тайком пошла отдав молоко, собиралась вернуться. Почему не пришла? Почему ты тогда не пришла? Довольно, друг. Не кричи посреди улицы. Все смотрят. Довольно. Ты ответишь за это. Хорошо, брат. Поговорите спокойно в пансионе. Сейчас Джандан придёт и меня арестует. Прошу, Уикю, сиди рядом с отцом. Дочка, мы испугались. Давай, поговорите спокойно, давайте. Иди внутрь. Давай. Иди. Димир, я позвоню тебе. Слышишь, я позвоню тебе вечером. Не смотри так. Заходи. Проходи давай. Не стой, иди. Димир! Ой, Кю. Сеста Джандан. Ой, Кю, ты в порядке? Ты нас очень напугала. Где ты была столько времени? Пошла кормить кошку. Ну, Оикю, нельзя же так. Отец беспокоился. Почему ты не сказала? Я прошу прощения. Какое прощение? Ты всё делаешь так же и просишь прощения. Побег стал для неё хобби. Что это? А после мы все за ней бегаем. Не знаю, что мне делать с тобой, Оикю. Ты наказана вообще. Наказана. Никакого телевизора. И сними всё, что на тебе. Я верну обратно. Господин Димир, ещё чего? Хорошо, я... Как вообще-то меня больше не волнует это всё. Хорошо, раз уж нет, тогда и это сними. Сними. Возьми, господин Димир. Ладно, погодите, успокойтесь. Оикю, дорогая, ты иди умой лицо. Давай. И дверь сломай, я потом заплачу. Ломай. Не ведите себя как дитя с ребёнком. Очевидно, она испугалась. Вообще-то это я испугался, госпожа Джандан. Я чуть с ума не сошёл. Всё только и говорит о кошке. Хорошо, что она говорит про кошку, господин Димир, а если бы с ней что-то случилось. Пожалуйста. Слава Аллату. Господин Димир. Оикю, мне нужно идти, у меня пациент в клинике ждёт. Вы... Извините, госпожа Джандан, мы и вас потревожили. Не проблема. Но вы сейчас хорошенько поговорите как папа и дочь. То есть не нужно кричать, ругаться. Спокойно. Саки, Саки. Нужели... Прошу прощения. Я думал, что с тобой что-то случилось. Оикю, слушай, отныне, не сообщив мне... Хорошо. Ладно. Что это такое? Какой марджан? Какой бабек? Какие кошки и собаки? Мне конец. Ей-богу. Ну, ты же не вернёшь обратно то, что купил? Я тебе отдам. Тебя обратно верну. Только вот квитанцию найти не могу. В общем... Ну ладно... Какой замена? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как дела? Мама? Я? Я? Ну как уж быть, все так же. Бегать не. Ты? Мы не лишним, как ты, конечно. Как тебе там? Тебе хорошо? Ты советуешь мне прийти к тебе? У меня есть новость для тебя. Очень большая новость. Тебе любопытно? Ладно, у тебя была внучка, ты помнишь? Ты помнишь ее имя? А я скажу тебе. Ой, ты. Ах, нет. Она не со мной. Что ей делать со мной, дорогая? Нет, чья я дочь, в конце концов. Что мне делать с ребенком, забрав ее, а? Как и ты, оставлю в детском доме? Или же по улице пойду, да? Но она прямо на тебя, похоже, знаешь, вся в тебя пошла. Она очень умная девочка. Она нашла себе папу. Кого? Демир. Она живет с ним. Они живут вместе. И моя мать бросила меня, как и ее. Но я не смогу найти отца и ужиться с ним. Смотри. Ученик обошел учителя. Очень умный ребенок. Да, вот, мама. У меня такие новости. Ну, ты не совсем в настроении, видимо. Ну, что ж, я лучше пойду. Пойду. Давай, с Богом. Не закончила уроки? Нет. Я делаю еще. Что за нескончаемые уроки? Госпожа Джандан, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, Вейкин? Мы можем там поговорить? Конечно. Ну и как-то уладили все. Разрешили. Я рада. То есть, невозможно долго злиться на ведьму? На самом деле, можно злиться, но невозможно оставаться таким. А вы, отец девочки, привыкайте уже к этому. Я сладости, сладости принесла. Конечно, мы все тут стоим. Прошу вас, прошу. Проходите, прошу вас. Смотри, что я принесла тебе. Что это? Очень красиво. Не смей. Не поужинав нельзя. И твоему папе дадим вот так. Что случилось? Что значит, что случилось? Парень, сегодня дело. Брат Коркмаз ждет. Я совсем забыл про это. Почему забыл, друг? Его и Кюма нашли. Все закончилось. Давай. Я говорю, дело есть. Ладно, скажи Коркмазу. Перенесем все на завтра. Демир, не говори глупостей. Это невозможно. Эти типы уже камеры и все остальное подготовили. Ты что говоришь? То есть, обязательно я должен быть там? Господин Демир, вы идите, займитесь своими делами. Я позабочусь о Бойке. И вообще, вы сильно встали? Раздались я с ним. Да, ты слышал госпожу-невестку Джиндан. Давай. Давай, слушай ее. Хорошо, ладно. Я иду. Я иду, хорошо. Куда ты уходишь ночью? Мне нужно помочь одному другу. Какому другу? Брату-угуру? Малышка, поцелуй папу. Папа, пючек вверх. И не делай плохие вещи, хорошо? Не обижайся, сестра Джиндан. Хорошо? Еда и так далее. Хорошо, хорошо, мы разберемся. Мы с Койки проведем время, не волнуйтесь. Хорошо, тогда я не задержусь допоздна. Удачи. Ну и что будем кушать? Не знаю, давай закажем что-нибудь. Хорошо. Что ты любишь? Пиццу. Пиццу. Мне идёт, да? Дружище, я впервые в жизни одеваю форму. И в ней мы идём на кражу. Идёт, дружище, я спрашиваю. Огур, брось разговоры. Я солгал ойки, у меня нет настроения. И что такого? А я солгал маме. И что? Вообще-то твоя мама не знает, что ты такой. Мы дали слово, что больше не будем делать это. Мы бросили эти дела. Друг, бросили, больше не будем, это последнее. Заберём и выйдем, всё. Да, быстро. А они уже ждут в двери. Подготовились, постелили красную дорожку. Вот, господин, это оригинал. Так они скажут, да? Отлично. Форма как раз под размер. Это товар. Давайте. Машина, которую я нашёл у двери. Всё как планировали. Хорошо? Хорошо, брат, не волнуйся. Дело у нас. Деньги получим, когда дадим товар, да? Обижаешь, Димир. Кому мы не отдавали деньги? Если будет создан союз по борьбе с кидалами, клянусь, брат Коркмас будет его главой. То есть настолько. Он никого не кинет. Мы всем заплатим то, что они заслужили. С хорошими хорошо, с плохими плохо. Не так ли, Димир? Или ты сомневаешься во мне? Нет, брат. Я же сказал, нужны деньги срочно, поэтому. Отлично. Давайте. Дело за вами. Хорошо, брат. Не волнуйся. Аля, Джемаль, наши вышли на дело. Хорошо, я тоже выхожу. Это очень вкусная сладость. Здесь сестра Джандал. Приятного аппетита. Ой-ка. Спрошу тебя кое о чем. Куда ты сегодня ходила? Кошкам. Я ходила к кошкам, сказала же. Ну, а потом, когда возвращалась, потерялась. Ой-ка, которую знаю я, давно уже вызубрила все названия улиц. Не смогла вызубрить. Ой-ка. Твой отец и правда очень испугался сегодня. Он очень тебя любит. Он сильно переживает. То есть, работай днем и ночью, чтобы дать тебе лучшую жизнь. Не обижай его, хорошо? Друг, они очень красивые. Я не отдам их, когда закончу дело. Сохраню. Зачем тебе хранить форму? Сохраню, друг. Форма очень красивая. Девушки с ума сходят от нее. Угу. Пусть это дело поскорее кончится. У меня плохое предчувствие. Ты как ворчаливые тетки. Успокойся. В смысле ворчаливые? В смысле? Кто будет воспитывать ребенка, если я сяду в тюрьму? Друг, не говори так. Такого не случится. Мы быстро заберем и выйдем. Аллах, Аллах. Хорошо, ладно, пойдем. Гляньте на моих братьев. Здравствуй, брат. Здравствуйте, говорите. Мы пришли с фирмы. Мы здесь сегодня ночью. Мне не давали никакой информации, но... У меня на листе написано, смотри. В камерах есть неполадки. Мы починим их. Отправили нас сегодня в такой час. О камерах говорили, да. Удивительно. Как сказали. Наша фирма неповторима. Получаешь стабильную зарплату? Хорошо, Эрфан, довольна. Не проблема. Брат, как тебя зовут? Хакан. Хакан, мы пришли ночью. Разбираемся с этим делом, а ты подогрей чай. Поговорим. Да, конечно, проходите. Добрый вечер. Я хотел сделать заявление. Оно здесь. Пошли. Где произведение искусства? Димир. Димир. А где наши? Смотри, смотри, здесь. Видишь? Иди. Иди. Смотри, 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 смотри. Это разве не хребет дракона? Угур, пошли. Где это, блин? Демир. Демир, посмотри, здесь есть черепа. Это и правда черепа. Прекрати, что ты делаешь? Посмотри на черепа. Они сделали точно такое же, посмотри на это. Осторожно, ты сломаешь вазу. Сказать тебе кое-что? Наш сектор хорошенько продвинулся, посмотри на это. Я даже не могу различить, какой из них настоящий, глянь. Осторожно, друг, сломаешь вазу. Угур, помолчи. Сказать тебе кое-что? На улице есть куча людей, готовых купить. Это как оригинал, знаешь? Твой рот опять открылся, молчи. Осторожно, друг. Подними, подними. Спокойно, хорошо? Не делай этого. Не нервничай, будь спокоен. Смотри, у нас есть пять секунд. Да, я знаю, мы говорили об этом. Хорошо, я скажу, скажу тебе вещи. У нас есть пять секунд, когда я заберу ее оттуда. Тебе нужно положить ее туда. Хорошо, я не тупой, знаю. Хорошо, считай до трех. Аллах, Аллах, довольна. Ты готов? Давай, дружище, поднимай. Три. Да накажет тебя Аллах. Что ты делаешь? Друг, ты же сказал три, и я... Тупица, я сказал от трех. Дело закончено, убери. Не неси чувства. Стой, стой, стой. Заберем ее. Что мы заберем, что? Нам в тот же момент нужно положить что-то. Хорошо, нашел. Нашел, послушай. Дружище, это сломанные части. Они с неодинакового веса. Положим туда, заберем. Давай, тупица. Они поймут, что мы украли. Нельзя, брат, дело закончено. Не брошу, клянусь, не надо. Стой, пожалуйста, положим это туда. Нет, прошу. Давай, мы уходим. Куда мы сюда добрались? Теперь будем возвращаться назад? Пошли отсюда. Минутку, подожди, я скажу кое-что. Парень, глянь на меня. Ладно. Пошли, пошли. Взяли бы хоть что-то. Ну вот. Дружище, мы кое-что забыли в машине. Ладно, кстати, чай готов. Хорошо, хорошо, мы придем. Какой счет? Три-два. Еще не пришли полицейские. Куда они? Что происходит? Блин. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Мы же ничего не украли. Откуда здесь появилась полиция? Добрый вечер. Получили заявление. Здесь произошла кража. Парень, в этом деле что-то замешано. Снимай. Снимай, потому что они приехали за нами. Пошли, пошли. Бегом, давай. Блин, мы чуть не попались, клянусь. Мне с самого начала не понравилось это дело. Парень, я не понял, что такое. Ты так ничего и не понимай. Парень, ты обижаешь меня, ты должен молиться на меня утром и вечером. Если бы я случайно не разбил ту вазу, мы бы уже писали письмо, я матери, а ты дочке. Правду говоришь. Мамочки, правду. Конечно, правду. Хорошо, что я разбил ту вазу, мы не попались на полицейских. Блин. Молодец, братишка. Смотри, ты впервые в жизни совершил ошибку, но совершил ее правильно. Конечно, сынок. Как меня зовут? Как? Как меня зовут? Как тебя зовут? Кать? Как меня зовут, сынок? Угур. Да, Угур. Меня родила мать в могущественную ночь. Дай пять. Что происходит? Это нам? Это наш номер. Нет, брат, это не связано с нами. Ты это... Как это не связано с нами? Они у нас на хвосте. Нет, сынок, подожди. Как они могут быть у нас на хвосте? Сверните вправо. Нет, это не связано с нами. Минута. Это нам. Ты как думаешь? Успокойся. Ты не это... Спокойно, остановись. Не спеши, успокойся. Ничего страшного. Ладно, ничего страшного. Не нервничай. Не паникуй, будь спокойным. Спокойно. Спокойно. Сюда идем. Успокойся. Господин офицер, добрый вечер. Что-то не так? Ваше удостоверение и патент. Патент? Что такое патент? Патент? Удостоверение. 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 Господин офицер, какие-то проблемы? Что я... Неудачное. Неудачное. Смотри, что свалилось на наши головы. Сынок, ничего страшного. Говорю, успокойся. В смысле успокойся? Не паникуй. У тебя чистые руки. Я об этом говорю. Ладно, все, проблем нет. Успокойся. Минутку. И ты меня наперегаешь. Ничего страшного. Сынок, посмотрите и отправьте. Было и прошло. Все так просто. Аллах, Аллах. Это... Выйдите из машины. Я не подумал. Дай сюда. Дай сюда ботинки. Ладно, ничего страшного. Все, ладно. Да, господин офицер. Господин офицер, что такое? В чем проблема? Откуда едете? С дома едем, гуляем, просто ездим туда-сюда. Именно. Что с вашей одеждой? Мы вышли из дома утром. Тогда было солнечно. Конечно, было солнечно. Теперь стемнело и стало прохладно. Но в тени тоже прохладно. Нужно одеваться теплее. Вообще-то все так и было. Что мы с тобой сделали? Как оно называлось? Закаливание. Да, да, называют закаливание. Именно потеешь, потом просылаешь. Что такое? Нам нужно заболеть? У них не меняется время на годы. Нет. Мы утром оставили дома одежду. Осталось в атлетах. Сейчас стало прохладно. Что? Сейчас, смотри. Я... Горло начало слегка болеть. Ты сказал, я тоже задумался. Здесь? Да, зудит. Смотри. Получается? Да. Что мы делаем? Поедем домой. Мама Хаджир приготовит нам напиток. Да, пускай добавит мяту, лимон, имбирь, грейпфрут. Мы выпьем е. Все сразу же пройдет. Она поможет? Да, конечно, сразу же. Стойте. Пускай машина останется здесь. Пройдите в служебную машину. Да накажет тебя Аллах. Ты соскучился? Да, очень. Молись, чтобы комиссар Хусейн сегодня не дежурил. Я эту вазу неудачная, а она не везучая. Комиссар, здравствуйте. Здравствуйте. Почему привезли этих? Что они сделали? Находились недалеко от места вызова, в подозрительном состоянии. Мы привезли их, чтобы дали показания. Я понял. Проведите в мой кабинет. Сейчас приду. Парень, вы же бросили эти дела. Вы же поклялись мне. Каждый ваш вздох вранью. Нет, комиссар, здесь какое-то недоразумение. Мы не причастны к этому происшествию. Именно. Ладно, а что вы делали во время вызова? Гуляли. Гуляли, комиссар. Гуляли. В атлетах. Ну да. Гуляли. Да накажет нас Аллах. Уже наказал. То есть мы гуляли, комиссар. Там что-то произошло, но мы даже не знали. Что случилось в штате серьезное, мы и не поняли. Димир, что там произошло? Ладно, что бы вы там делали галышом в такую погоду? Мы утром вышли из дома, комиссар. Было солнечно. Но в тени, вы знаете, эта погода Стамбула была прохладной. То есть там угур. Асафь, я расскажу. Рассказывай. Я слушаю. Комиссар. Мне очень стыдно. Вообще-то мы возвращались со встречи с девушками. Именно комиссар, именно. Возвращались от любовных. Я расскажу угур все. Сейчас, конечно, мы поехали домой и так дальше. Получилось немного неудобно. Дело не вышло. Мы в чем были, в том и вышли. Конечно, в таком состоянии вышли. Когда друзья полицейские остановили нас, нам было стыдно. Мы постеснялись и не смогли рассказать. Да, как скажешь. Любовница как. Вы уже давно выросли. Пора жениться. Вам не стыдно попадать в такую ситуацию? Стыдно. Ладно, хорошо, что из музея ничего не украли. С вашей машиной тоже ничего не вышло. То есть ничего такого. Давайте, можете идти домой. Идите. Чтобы я вас больше здесь не видел. Нет, комиссар, мы бросили эти дела. Именно. Бог в помощь. Бог в помощь. Сейчас поедем, отдадим машину брату Кортмазу и расскажем, что там произошло. Возле участка строят планы. Езжай куда угодно, отвези меня в Фансяна.